Компактный монокуляр SV Bonny цена-качество. Привет, с вами Легит. Друзья, многие подписчики интересующейся оптикой просили меня заказать монокуляр от SV Bonny, модель SV301. Ну, так как предыдущие продукты от SV Bonny были весьма хорошего качества, причем, ну, за очень интересную цену. Чем интересен данный монокуляр? Ну, то, что он очень компактный. Он размером реально с маленький фонарик. Его легко можно носить где-то на ремне, в кармане, и, ну, то есть он мало места занимает, и с ним комфортно. Заказал я его с сайта Алиэкспресс, причем со склада России, и для меня было удивление, что, ну, достаточно бюджетный продукт, курьер с бесплатной доставкой принес мне его прямо домой, ну, спустя где-то 7 дней после моего заказа. Я считаю, что это, ну, здорово. Потому что на момент приобретения его стоимость составляла в районе 2000 рублей, то есть где-то 30 долларов. В общем, давайте, друзья, посмотрим, что он из себя представляет, ну, и вообще, как показывать, что умеет. Поставляется монокуляр вот в такой вот минималистичной фирменной коробочке. Внутри которой инструкция, сам монокуляр в чехле и вот такой вот ремешочек, при помощи которого можно подвесить монокуляр куда-то на руку или, там, куда-то на рюкзак. Монокуляр поставляется уже внутри вот такого чехла, к нему чуточку позже. И вот такая вот инструкция. Инструкция полностью на английском языке, другая сторона на китайском. Чехол-футляр достаточно качественно пошитый, что хорошо, он очень компактный, нет ничего лишнего. Мало места занимает, и что хорошо, его можно вот так вот на ремень повесить и таскать его просто как фонарик, как зажигалку, как нож. Большая часть обшивки сделана из вот такой вот сеточки, не знаю, для вентиляции это сделано или просто для декора. Чехол легко открывается и закрывается при помощи липучки. И вот, собственно, сам монокуляр. На дне чехла находился фалик, внутри которого салфетка микрофибра для ухаживания за линзами. Вот так вот с гордостью производитель пишет свой бренд на алюминиевом каркасе своего изделия. Монокуляр полностью алюминиевый, и вот здесь вот в середине вот такая вот прозиненная нескользящая поверхность. В общем, сделан монокуляр действительно на совести и по ощущению из качественных материалов. Вот сюда, кстати, можно тот самый шнурок подвесить, не знаю, кому это интересно, но если что, это возможно. Данная надпись говорит о том, что здесь 10 крат и объектив 25 миллиметров. Объектив 25 миллиметров, просветленное стекло. Тип призмы у данного монокуляра БК-7. Размер 119 миллиметров на 38 на 38. Даже в моей далеко не сильно большой руке занимает достаточно мало места, он практически как фонарик. Меня и моих зрителей, наверное, заинтересовал именно тот факт, что он такой вот компактный, и его можно легко вот так вот носить на ремне. Друзья, заснять на камеру, как видно, через этот монокуляр крайне сложно, так как между объективом моей камеры и окуляром есть промежуток, куда попадает свет. Когда смотришь живую, естественно, не видно вот эти окружности по краям, и угол обзора составляет, ну, порядка 45 градусов. И сказать по-честному, друзья, я не ожидал от такого малыша вот таких возможностей увеличения. Конечно, его возможности не такие, как у его старших собратьев зрительных труб, и ожидать от него какого-то сверхувеличения я бы и не стал. При этом вот этот домик, который мы разглядывали, находился на расстоянии 3 километров 300 метров. На таком расстоянии, в принципе, можно увидеть и даже узнать человека, в чем одет и так далее. Еще раз повторюсь, вживую это выглядит в десятки раз лучше, просто запечатлеть на камеру это очень сложно. Призма – хорошее прозрачное стекло. Кстати, я вам не показал, у монокуляра есть небольшое фокусировочное кольцо. И что удобно при измерении значения, оно не двигается по отношению к монокуляру. Ну и давайте для интереса я вам покажу, где нахожусь я и где находился вот только что вам показанный домик. Как видите, расстояние вновь более 3 километров. Много это или мало для такого результата, ну решать вам. По-моему, для такого малыша весьма хороший показатель. Ну и вот так вот на расстоянии около 300 метров можно рассматривать лица людей и номера машин. И еще раз повторюсь, когда вы смотрите своими глазами, вы видите все гораздо четче. В общем, друзья, сделал для вас такой вот коротенький отзыв, видео обзор об этом монокуляре. До его приобретения я думал, что за 2000 рублей можно купить только игрушку, оказывается нет. Вполне хороший такой вот годный девайс, где-то на ремне, на охоте, в походе, на рыбалке. Самое то, ссылку на него вы можете найти в описании под видео. Именно поэтому переходите, заказывайте, продавец проверенный, товар классный, так что рекомендую. Ну а я надеюсь, видео было полезно, для меня будет от лучшей благодарности, если ты, дорогой друг, подпишешься на мой канал, поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях и вот приятный комментарий замотивирует меня продолжать стараться для вас. Тебе пустяк, а мне вот сильно поможет. С вами был Ёж, пока.